Каждые 5-8 минут человек смотрит на экран своего смартфона. И это, говорят врачи, отражается на нашем здоровье. И не в лучшую сторону. Может вызывать обострение хронических воспалительных процессов, обострение артритов, артрозов, ревматических артритов, возможно. Провоцировать возникновение болей в суставах кистей рук. Так называемый синдром Блэкбери вызывает постоянное использование больших пальцев. Так мы набираем сообщения, так играем в игры. В итоге боль и даже онемение кистей рук. Если такое случилось, врачи советуют отложить смартфон и размяться. Несложное упражнение. Хотя бы сжать, разжать кулак, сцепить кисти рук, немного ими повращать, соединить пальцы, подсгибать кисти, привести на себя от себя, развести пальцы и свести их снова. Встряхнуть, снять напряжение, опять повторить все заново, пока не восстановится чувствительность и не снимется напряжение кистей рук. Напряжение возникает не только в руках, но и в спине. Голова опущена, спина сгорблена. Именно так выглядит постоянный пользователь смартфона. Для шейного отдела это ужасное положение. Идет растяжение и статическое напряжение мышц шейного отдела и верхнего плечевого пояса, трапециевидных мышц. Если это делать ежедневно, то рано или поздно болевой синдром в шейном отделе, а также в затылке не избежать. По статистике, 84% активных пользователей гаджетами жалуются на боли в спине. Кстати, за последние три года на 12% увеличилось число пациентов с проблемами позвоночника. Серьезные последствия, только если действительно появление грыж достаточно больших размеров, приводящих к операции и дальнейшим последствиям послеоперативным. А также, ну, это снижение качества жизни человека. Постоянные боли, скованность, депрессии с этим связаны. И если боль в спине можно потерпеть, то вот испорченное зрение точно придется восстанавливать с помощью операции. В норме глаз моргает, у нас часто каждые пять секунд. А то, что мы напряженно смотрим этот телефон, пять раз реже глаз моргает. И напряжение, вот это мигательные пиксели, и напряжение, и освещение, все это очень влияет на глаз. Оптимальное расстояние от глаз до дисплея 40 сантиметров, но соблюдают такую дистанцию немногие. И тут приходит на помощь правило 20. Каждые 20 минут работы на смартфоне переводите свой взгляд на 20 секунд примерно на 6 метров. 6-7 упражнений желательно, ну, раз в день достаточно. Испорченное зрение, боль в спине и суставах – только часть проблем людей, неразлучных с телефонами. И все врачи говорят – замените общение в соцсетях личным, а аркады в смартфоне – играми на свежем воздухе. И тогда меньше шансов терять время в очереди к оптальмологу, ревматологу и массажисту.